К нашему эфиру для обсуждения ситуации на фронте присоединяется Иван Григорьевич Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий вооруженными силами Украины. Приветствую вас в эфире Freedom. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Хочу с вами обсудить, вот не так давно опубликовано интервью Бена Годжеса, его мнение, что же мешает россиянам, ну и собственно вооруженным силам Украины также. Он считает, что российские войска используют задержку помощи для Украины для более интенсивных атак, но вместе с тем российские оккупанты не имеют ресурса для того, чтобы продвигаться вперед. Насколько это, на ваш взгляд, соответствует действительности? И если это так, то этот ресурс сложно восполнимый? Или эта ситуация у оккупантов все-таки является временным? Как на самом деле происходит? Это точно имеет место. Я совершенно поддерживаю эту профессиональную, опять же, профессиональную оценку Бена Годжеса. Совершенно верно, Россия использует сейчас заминки в стане наших партнеров. И они понимают, что из-за этих политических дискуссий, которые происходят, например, в Соединенных Штатах Америки, из-за того, что скорость принятия решений относительно существенных для Украины поставок, например, ракет «Таурус» в Германии, Украина не имеет возможности компенсировать сейчас ту часть боеприпасов, которая нужна для абсолютно эффективного ведения боя, в том числе оборонительного боя. И, конечно же, то, что мы компенсируем за счет других наших партнеров, за счет того, что в европейском сообществе сейчас многие государства взяли на себя дополнительную ношу и стараются найти резервы для того, чтобы помочь Украине в этот вот тяжелый период. Конечно же, это известно России, это известно российской разведке, это, в принципе, не является секретом. Мы понимаем, что решения Конгресса США происходят, или отсутствие этих решений происходит в прямом эфире. И, конечно же, россияне потирают руки с каждым продолжением этих дискуссий на неопределенный отрезок времени. Поэтому они стараются воспользоваться этим дополнительным окном возможностей для того, чтобы атаковать. И поэтому не считаются с теми потерями, у них дополнительный стимул для того, чтобы, опять же, не считаясь с потерями, пробовать где-то продавить. Плюс, к тому же, они сейчас из-за того, что наши партнеры постоянно переносят доставку в Украине и работу в Украине самолетов F-16. Мы видим, что сейчас говорят уже о том, что даже весной, возможно, не успеют. Конечно же, Россия старается использовать и этот момент для того, чтобы работать по украинским рубежам обороны, управляемыми авиабомбами. И понятно, что это дополнительные вызовы сейчас для Украины, которая собственными силами в значительной мере за счет дополнительных ресурсов собственных сил старается сдержать натиск врага. Понятно, что Россия не имеет возможности компенсировать технику, которую она теряет постоянно. Но вот какой ресурс у них есть, так это живая сила. И живой силой они стараются продавливать наши линии обороны. Ну, как видим, уже несколько недель назад, после Авдиевского, после того, как россиянам удалось поставить свои флаги над руинами Авдиевки, мы стабилизировали линию обороны и сейчас довольно стойкая оборона у нас по всей линии фронта. Несмотря на все желания россиян, их атаки разбиваются в обороны украинцев. Да, кстати, Авдиевское направление хочу в дальнейшем с вами обсудить, потому что также есть информация о том, что украинским войскам удалось снизить интенсивность российских штурмов под Авдиевкой. Об этом сообщил также и замкомандир 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины Максим Жорин. Армия России вынуждена была сократить свои атаки благодаря слаженным действиям силы обороны. Однако, несмотря на огромные потери российских оккупантов, как в живой силе, так и в технике, Москва не оставляет намерений захватить еще больше территорий и продолжает отправляется на фронт в качестве пушечного мяса тысячи россиян. Знаете, Иван, несмотря на то, что мы каждый день в эфире телеканала Freedom говорим нашим зрителям, в том числе и на территории России, о том, каким образом Россия пытается компенсировать недостаток техники или временами недостаток логистики для того, чтобы применить определенную технику, делаем акцент на том, что происходят, как они называются, мясные штурмы со стороны России. Мне кажется, на этом все-таки стоит делать больше акцента для того, чтобы на самом деле проинформировать как можно большее количество людей, вопреки той кремлевской пропаганде об успешном успехе российской армии. Если какие-то незначительные успехи происходят, то какой ценой они происходят. Ну и чтобы свежемобилизованные, скажем так, имели точное представление о том, что их ждет в Украине. Ну вот, что касается логистики. Бен Ходжес говорит, что недостаточно у них организована логистика для того, чтобы применять технику, даже если такая имеется, это уже такой конечный факт, который на данном этапе войны невозможно исправить, либо все-таки армия оккупанта пытается каким-то образом на это повлиять. И есть ли смысл? Если у них, например, есть много людей, они могут, мясные штурмы, для них это может быть даже дешевле, чем ремонтировать технику. Людей же много в России. Как обстоят дела с этим? Вы знаете, при всем моем желании критически относиться в том числе к нашим собственным возможностям, то есть оценивать наши возможности очень критически, где-то видеть слабые места. Но вот сказать что-то хорошее о российских перспективах в возобновлении парка техники, знаете, чтобы не забрасывать шапками, я должен оценить, какой потенциал у России. Да, и вот там наши критичные особо слушатели, зрители будут говорить о том, что нельзя недооценивать Россию. Но нельзя недооценивать Россию. Но вот если собрать все данные, которые нам доступны относительно темпов возобновления техники, относительно возможностей и потенциала российского военно-промышленного комплекса, относительно качества и количества тех комплектующих, из которых будет создаваться хотя бы в какой-нибудь мере современная техника. Даже не современная, даже техника вчерашнего дня. На каком оборудовании она будет возобновляться и каким образом она будет выходить из консервации. И вот для того, чтобы самого себя, опять же, не обманывать, у меня нет серьезных аргументов для того, чтобы сказать, что Россия имеет какие-то хорошие возможности в возобновлении парка техники. Даже при всем своем желании они не смогут обеспечить и какое-то приближение к тем темпам, в которых техника эта уничтожается. У них нет ленд-лиза. Они, опять же, привыкли и приучили свой народ к тому, что мыслят в категориях Второй мировой войны. Но в категориях Второй мировой войны так случилось, что Россия, диктатура Советского Союза была рядом с цивилизованным миром, и цивилизованный мир тогда боролся против другой диктатуры и другого тоталитарного режима немецкого нацизма. Сейчас мир концентрировался на том, чтобы остановить рашистский нацизм. И поэтому у России не будет других альтернатив. Ее надежда на то, что ее союзники помогут, да, союзники помогают, союзники изо всех сил стараются, но того потенциала союзников, конечно же, далеко не хватает для того, чтобы реализовать все российские желания. Не то, что все, а даже какую-то более значительную часть этих желаний. Поэтому, если, опять же, подходить рационально к этому, очень тяжело найти какие-то, да, даже вся мобилизация экономики, даже то, что они вытащат сейчас из далеких-далеких гаражей, где-то загашников, всю свою старую технику и постараются ее поставить на колеса или даже модернизировать, мы понимаем, что это не будет прорывом в сегодняшней обстановке. Это будет возможность залатать какие-то очень глубокие дыры. Но при той работе, которая сейчас обеспечивает украинские средства уничтожения и огневого поражения на фронте, в том числе и беспилотные системы, мы понимаем, что у россиян шансов нет в этой части. Они вынуждены будут и дальше пользоваться тем своим ресурсом, который им кажется достаточно большой и который очень не жалко. Мы видим с каждым днем, как очередные тысячи россиян ложатся в украинскую землю. И даже если российские слушатели, которым доступны какие-то альтернативные ресурсы информационные, не верят сводкам из украинского генштаба, то пусть они обратят внимание на то, что сводки украинского генштаба повторяются или подтверждаются с теми аналитическими материалами, которые идут от английской разведки, от американской разведки, от разведок других стран мира, которым можно доверять и которые точно свой авторитет не будут ложить даже в угоду украинским интересам, которые точно ценят свое реноме как институции, способные давать правдивую информацию. Поэтому здесь у россиян есть возможность посмотреть, в каких темпах уничтожается их живая сила, подумать в очередной раз, а стоит ли Путин того, чтобы за его интересы класть очередные тысячи и сотни тысяч россиян, украинскую землю удобрения. Иван Григорович, удар по Харькову, безусловно, очень важно еще обсудить. Также с вами для удара по Харькову напомню, сегодня 27 марта российские оккупанты применили авиабомбы, и это произошло впервые с 2022 года. Вы сейчас описали несколько ситуаций с ресурсами у российских оккупантов. Это можно каким-то образом связать как шаг отчаяния, но опять же, это мои, возможно, достаточно поверхностные выводы. Интересно услышать ваше экспертное мнение по этому поводу. Россияне уже давно идут в Абанк. Они просто нащупывают какие-то сильные свои места, и время от времени им кажется, что вот ракета «Циркон» или авиабомба, сброшенная просто на жилые кварталы большого украинского города, это вот то, что приблизит их к победе. Или, скорее, те, кто более рациональны, думают не о приближении к победе, а об оттягивании их конца физического. Поэтому, конечно же, они будут стараться использовать сейчас, находить по закромах любые средства, позволяющие им уничтожать украинские города. Для нас частичным или даже очень существенным решением вопроса будет появление в украинском небе F-16. Мы понимаем, что это в значительной мере отобьет у россиян желание работать управляемыми авиабомбами. Мы понимаем, что это приведет к очень быстрому концу многих российских преступников, которые не спрячутся за тем, что это Путин решил, это он нас посылает. Те летчики, которые лично сидят за штурвалом самолетов и нажимают на те рычаги, которые сбрасывают авиабомбы, управляемые на украинские города, они понесут ответственность, возможно, даже очень-очень быструю физическую ответственность и будут уничтожены. В понимании этого, конечно же, путинский режим сейчас старается просто бросить все, пока у них есть еще эта возможность. Они понимают, что через 2-3 месяца этой возможности уже не будут, или она будет существенно сокращена. Поэтому весь тот парк авиационной техники вдруг в одно прекрасное время, я считаю, что появление хорошего, качественного авиационного компонента в Украине позволит нам осуществить хороший прорыв в части сдерживания врага и в части работы по линии фронта. Сейчас они имеют такое конкурентное преимущество в авиационной технике. С появлением современных самолетов у Украины они будут избавлены этого преимущества. И украинские города, которые сейчас подвергаются авиационным бомбардировкам, будут чувствовать себя легче. Иван Григорьевич, а вот у нас остается буквально пару минут. Днепровская флотилия, создание которой недавно анонсировал глава российского министерства обороны, есть такая информация, что она будет уязвимой все-таки для украинских беспилотников. Об этом пишет министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведку. В соцсети Икс формирование переберет на себя речное патрулирование у Черноморского флота, тогда как последний будет действовать дальше восточной части Черного моря, предполагают аналитики. Россия, вероятно, хочет таким образом предотвратить и попрепятствовать украинским операциям через Днепр, таким как операция по созданию и поддержанию плацдарма в Крынках. Но на самом деле создание этой Днепровской флотилии, на что реально способна просто немного затянуть момент, или Россия действительно полагает некоторые такие великие оборонительные надежды на это? Знаете, ну, наверное, кто-то может даже с умным лицом попробовать говорить о том, что вот есть потенциал Днепровской флотилии, вот это хорошая альтернатива Черноморскому флоту. Вот понимаете, то есть когда россияне, как крысы, сейчас прячут весь свой Черноморский флот, понимая, что как только он выходит на простор морской волны в данном случае, то он уничтожается очень быстро, и вот они стараются найти какие-то норы, спрятаться, в том числе в оккупированной Грузии, ищут, оборудуют новые порты для того, чтобы спрятать. Опять им нужно что-то сказать своему зрителю, который видит каждый день, и это уже не спрятать. Один день Ямал, другой день Костянтин Ольшанский, третий день, а, начиная от крейсера Москва, вот началась вот эта черная полоса со всеми большими десантными кораблями, со всеми крейсерами российскими, и они понимают, что никуда не денутся. Вот давайте будем говорить. И на бумаге они, конечно же, речная флотилия там, вот она компенсирует, но это, опять же, из области пропаганды, но точно не реальной войны. Егорович, я благодарю вас. Я совершенно уверен, что мы уничтожим сейчас средства у нас есть, позволяющие уничтожить любую флотилию, в том числе Днепровская, если они так даже назовут какие-то свои жалкие суденышки. Ну и ту флотилию, в которую превратится Черноморский флот России. Благодарю вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Иван Григорьевич Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности военнослужащие вооруженных сил Украины, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова